как говорится костер с одной спички стоячий хвойный сухостой сейчас попробую его свалить этих дров нам хватит на пару дней самое важное в лесу это привет это шоу что будет специальный выпуск и сейчас мы узнаем как не потеряться и не замерзнуть в лесу мы ни на что не намекаем но для многих эта инструкция может быть полезной события последних дней частичная мобилизация вероятное перекрытие границ или проблемы с пересечением границы ужесточение законодательства связанного с военной службой тревожные новости но вот другое дело здесь в лесу вдали от этого всего если вы вдруг захотите отправиться в лес в поход в пешее путешествие то вам обязательно нужно посмотреть эту инструкцию как одеться что взять с собой медикаменты еду где ночевать чтобы не замерзнуть и не промокнуть и на какую скорость стоит рассчитывать в своем передвижении как не потеряться обо всем об этом рассказал константин казаков человек который умеет выживать в дикой среде кости мы с тобой сейчас находимся в лесу какая здесь основная опасность наверное многие люди думают что это встреча с дикими животными насколько это реально и какие есть другие опасности на которых нужно знать если человек соберется какое-то пешее путешествие например дикие животные в лесу конечно же есть я уверен что и здесь несколько экземпляров где-нибудь в кустах сидят но мы о них не знаем они она знают мы шумные они тихие но они не являются самым большой опасностью там даже включая медведей лосей и волков потому что 99 процентов они не подойдут к человеку особенно если он не один тот прям вообще очень редкость большая гораздо опаснее в лесу это невнимательность самого человека который там находится то есть вот мы с тобой находимся в очень живописном месте но этот рельеф он небезопасен то есть человек будет спрыгивать с этого обрыв чека может повредить себе ногу подвернуть он может в корнях запутаться застрять и сломать все что он может вот торчат везде сучья какие-то обломки он может лечь спать уставший просто на сырое место его сверху зальет дождем на завтра он схватит воспаление легких вот это гораздо больше опасность надо просто быть более внимательным и осознанным в лесу сейчас мы разберемся с материальной частью вот что нужно взять с собой если ты собираешься в поход в лес в общем в некое пешее путешествие как во-первых нужно одеться что нужно взять с собой из вещей может медикаментов еды и что брать с собой не стоит что сто процентов не пригодится и может даже помешает расскажи пожалуйста ну обычно в поход мы когда идем мы представляем примерно куда и что нам там предстоит увидеть и пройти какие сложности поэтому обычно конкретно под эти цели и подбирается снаряжение то если брать что-то такое в общем и в целом на то есть понятно мы всегда идем в одежде какой-то определенной но одежда соответственно по погоде есть такой старый туристический трюк что когда ты идешь желательно быть полегче одетым а когда ты стоишь на месте уже надо потеплее соответственно вот в этом случае очень хорошо когда у тебя несколько слоев одежды очень важно очень важно чтобы ноги были сухие поэтому либо сапоги это самый дешевый вариант либо там например подороже может непромокаемые носочки во всех походах обязательно перчатки стертые руки поцарапанные занозы и все такое это классические классическая проблема не мешают дальше работать у тебя здесь набор который ну так сказать налегке в общем да для передвижения более быстро расскажи пожалуйста что ты вот берешь с собой если собираешься куда-то вот выдвинуть вуаля самая любимая вещь всех туристов нашей необъятной родины это пенка вещь казалось бы не такая уж и нужная может быть да но учитывая что она ничего не весит ты на себя надеваешь и она тебе не мешает но ты в любой момент можешь спокойно присесть отдохнуть в любом совершенно месте вот прям даже и здесь положил присел комфортно ничего не колется ничего не мог не мерзнет восхитительная вещь очень рекомендую так давайте пройдемся по инструментам я пользуюсь вот такой вещью как небольшое мачете эта штука гораздо легче топора более функционально разные разные функции выполнять может в том числе как нож работать и так далее а топор не может таким обладать таким вот многофункциональным свойством топор тяжелый наверное вопрос собой таскать еще неудобно да я вам попозже покажу как можно даже в принципе без топора и даже без мачете наломать дров как говорится не обязательно с собой даже таскать если ты один идешь например да или вас немного не нужно собой носить котелок даже для того чтобы быстро организовать прием пищи нужен совсем небольшой костер и достаточно просто кружки одну ложка конечно может тоже пригодится но в плане того что если ты кушаешь да тут у меня был собой тентик достаточно он он не очень большой но не очень маленький это вариант для привала да то есть во первых для привала во вторых можно им просто накрыться если вот просто льет как из ведра долго протяженный такой ливень можно накрыться это как будто место дождевика а если короткие дожди то можно намокнуть и высохнуть если ты идешь то в принципе это не составляет особых проблем так здесь принципе у нас все очень важно иметь с собой емкость для воды потому что на ходу не всегда же мы идем вдоль ручья или постоянно падать какие-то лужи озера или болота даже до из которых с этим не рекомендуется пить не кипяченую воду то есть кипяченую можно они кипяченую лучше не надо это просто емкость для воды берешь собой опять же если стоишь на стояночку не всегда ставишь возле воды хотя крайне желательно вставать где-то неподалеку но сходил набрал принес очень удобно что нужно из еды с собой взять из еды лучше всего взять само собой что-то не портящиеся ну это что-то должно быть во первых сухое потому что она легкая в еде очень важная штука она не только дает сил но она приносит удовольствие а после тяжелого ходового дня тебе нужно поблагодарить себя что ты молодец похвалить должно быть положительное подкрепление поэтому что-то вкусное что вам нравится ну и конечно же это должно быть что такое питательное на тушенке лучше не экономить там переплатить процентов 30 40 но взять хорошую с мясом они вот эту пустую балан там такое часто бывает сейчас в сетевых магазинах всегда собой я имею запасную электро электронную батарейку потому что телефоны имеют свойство садиться по нынешним временам пользоваться навигатором уже не так здорово потому что в нынешних смартфонах навигация куда как лучше но зато навигатора есть кое-какие плюсы по типу что он не отдает сигнал он только принимает его соответственно как бы это может для кого-то быть важным единственное что тогда навигатор лучше выбирать такой который со сменными батарейками обычными пальчиковыми потому что их можно просто взять с собой в запасе и менять их постепенно что может быть важнее в походе чем веревка можно брать ее собой не особо много что-нибудь вот в таком роде здесь значит веревка сама по себе толстая прочная если что-то приличное там поднять или переправу какую-то небольшую новострить она хороша но если нужно какие-то маленькие вилочки грубо говоря там связать треногу для костра да можно распустить на более маленькую и воспользоваться со шнуром обычным как бы такое сделать нельзя он есть как есть чем мы будем добывать огонь зажигалка пьезо газовая не спички и никакие другие да потому что она не промокает она упадет воду вы пройдете через ручей она намочена намокнет остается сделать и она работает снова проверено десятилетиями у нас уже есть один большой ножик и обязательно один маленький вообще ножей мало не бывает поэтому еще один маленький еще один маленький еще один опять же они могут сломаться потупиться и а нож это самое важное по большому счету несколько дней в лесу можно прожить вполне себе без всего вот этого кроме воды и ножа если мы идем по лесу и останавливаемся на лагере алгоритм наших действий должен быть таким сначала надо сделать огонь на котором можно уже поставить готовится еду и в это время уже делать себе лежанку да тут есть разные подходы некоторые сначала предпочитают сделать себе лежанку а потом заниматься огнем потому что в принципе пока ты работаешь пока ты ходишь или что-то делаешь там дрова рубишь и так далее ты все равно не замерзнешь пока ты двигаешься но зато когда ты уже сел пророс то те нужен огонь обязательно чтобы уже не замерзать я сам покажу что можно дрова добывать в лесу вообще без пилы и топора достаточно просто рук ну вот хотя бы перчаток во первых это конечно нижние сухие ветки елей сосен но если в лес посещаем людьми то обычно там уже шашлычники все папа обдирали самые лучшие дрова это стоячий хвойный сухостой несколько хуже лиственный сухостой но это имеется двух войны это получается на сосны елки вот если мы смотрим что на ней нет иголок значит она мертвая то есть она как эти час этичные туристы мы живые деревья не используем обычно сухостоя в лесу обычно достаточно то что лежит горизонтально и тем более на земле чаще всего сырое особенно если идет дождь но стоячих войны сухостой даже самые лютые ливни продолжительные он даже если снаружи влажный то внутри он сухой и для этого нам понадобится всего лишь нож а может быть и нож не понадобится сейчас попробую свалить метод такой примерно этих дров нам хватит на пару дней и и вот мы имеем тонкие веточки тонкие веточки более толстые куски но учитывая что у нас нет возможности его разрубать мы можем будет постепенно просто сжигать ну для примера возьмем такую ветку которая нам изобразить чуть более тонкое деревце у нас нет пилы и топора но есть руки и голова мы можем найти например два рядом стоящих вот так растущих дерева и зажимая между ними даже достаточно толстые деревья ломать их через рычаг таким примерно образом сегодня у нас сухо но предположим у нас сыра снаружи дерево будет влажным но внутри она всегда сухое особенно хвойная немножко поэтому нам всего лишь надо расколоть эту веточку пополам когда у тебя руки сырые проверить насколько сухая древесина становится не так-то просто здесь есть достаточно простой love-hack очень самый одна из самых чувствительных частей нашего тела это губы и они влажность ощущают в том числе примерно в такой толщине деревяшки сколько бы не шел дождь всегда внутри будет сосна или елка сухая разумеется если мы находимся в смешанном лесу у нас есть береза с которым мы можем взять кору для разведения огня но если ее например нет или в общем искать уже не приходится то достаточно щепочек тут нам помогает ножик конечно или даже так наделать таким образом стружку она загорается очень хорошо можно сделать так называемую зажигалку то есть стружку делать но не отламывать непосредственно с этой веточки газовую зажигалку лучше всего держать в теплом месте чтобы газ не охлаждался и легко она зажигалась работала ну в принципе небольшую баночку запасного газа для зарядки зажигалки иметь тоже не помешает говорится костер с одной спички если вдруг нас смотрят люди которые вообще не умеют разводить костер то рекомендация такая сначала подготовить все дрова и соответственно мы зажгли разожгли уже этот стартовую зажигалочку и начинать на него подкладывать сначала маленькие потом все больше и больше не зажечь сначала маленькие дрова потом эти за большими сначала собрать весь комплект и постепенно подкладывать их то есть опять же не наваливать кучу и пытаться ее поджечь начинать с малого например таким образом соблюдаем пожарную безопасность скрываем свои следы есть туристический принцип live no trace международный то есть когда ты где-то делал лагерь когда ты с него ушел все должно остаться так как было до тебя если кто-то сейчас рассматривает для себя сценарии какой-то пешего путешествия то какой и сценарий более реалистичный мне кажется что в принципе надолго ходить в лес это опасно и вообще в целом не целесообразно и правильно понимаю что если идти в лес это должна быть какая-то короткая ну короткий маршрут с какой-то конкретной целью и так далее я скорее соглашусь потому что долго находиться в лесу вот прям жить в лесу или и тем более через него идти там течение нескольких недель это затея требующая большой подготовки но имею ввиду да и моральной и физической и как бы материальной то есть с этим всем как бы можно но это будет скорее что-то впроголодь только вы заметили здесь нет снастей для рыбной ловли здесь нет кит чего-то там для ловушек для животных это все очень специфичные такие вещи которые подготовленный человек не сможет просто воспользоваться заниматься какой-то там охотой это непредставимо для городского жителя который это не умеет делать заранее можно было взять там крючки леску это все очень мало места занимает и достаточно хорошая еда и легко добываем и относительно но в условиях когда тебе надо именно передвигаться лучше заниматься тем зачем ты пришел в лес то есть передвигайся потратив время на поиски вот этот на охоту и собирательство ты перестаешь передвигаться вот этот профит от добычи ягод и грибов их приготовления и поедания он по калорийности не выходит в баланс потерянной энергией очень важно иметь воду то что без воды вообще нельзя а без в принципе можно то есть да будешь будет чувство голода но на третий день она пропадает и в принципе еще нам две недели вполне себе активно можно существовать и вообще впробовать то есть нужно я если рассматривать какую-то пешую про пеший маршрут он должен быть достаточно коротким эффективным то есть нужно понимать как сориентироваться в лесу понятно что есть вот навигатор да и это наверное сейчас для человека основная вещь для того чтобы в принципе призыва есть мох и мох с какой стороны это все не работает не работает да не работает то есть москвы в стране это это очень по месту по местностям отличается просто вот с этой стороны озера может быть мог и на другой стороне дерево просто потому что здесь больше попадает света навигатор хорошая вещь навигатор в телефоне хорошая вещь компас надо уметь пользоваться компас без карты почти не работает в принципе сам по себе компас да то есть если тебе надо выйти какой-то протяженной линии река и ты знаешь с какой она стороны условно говорят что типа она на востоке там или она на севере или на юге да то ты можешь посмотреть на компасе с какой она стороны и те неважно где к ней выйти конкретной . те не нужно ты просто в эту сторону можешь пойти окей солнце точно так же работает как компас вполне мы все знаем что встает она на востоке примерно но есть у нас на северных широтах она немножко севернее встает обычно соответственно как бы садится на запад ну как бы достаточно легкий способ человек допустим определился в какую сторону нужно идти какой-то определенной линии или реке до которой нужно добраться на какую скорость передвижения следует рассчитывать все сильно зависит от того по какой местности мы идем то есть мы сейчас находимся в бару по бору передвижение в принципе вполне себе вечерний променад перед сном комфортно и вот на той стороне там уже смешанный лес с болотистыми участками с буреломом вот там скорость может падать вплоть до одного километра в час вообще и надо понимать что эти там один-два километра в час в среднем по лесу это это не то что как бы медленно это еще ведь и трудно заваленный бурелом его начинаешь обходить стоили с иной стороны ты уже теряешь направление опять же вот очень точно выходить как бы в навигатор поможет компас уже просто направление поддержать все равно же есть ограничение как световой день потому что в ночи передвигаться ну там типа нереально то соответственно там пять шесть километров световой день пройти даже даже на десятку в принципе наверно можно рассчитывать как бы потому что телевизор ты смотреть вечером не будешь соцсетях копаться вряд ли дивана у тебя удобного нет поэтому в принципе весь имеет смысл потратить весь световой день именно на только передвижение и опять же мы же говорим световой день да но световой день например начинается в четыре часа утра и стоит воспользоваться этим временем для того чтобы уже двигаться соответственно разбивать лагеря в темноте некомфортно опять же брать сабот я не взял с собой фонарик потому что в принципе как бы это не не самая нужная вещь то есть что есть фонарик там в телефоне как бы вполне будет достаточно но не стоит рассчитывать при нем с этим фонариком разбивать лагерь себе то есть его это надо будет сделать заранее самое важное в лесу кроме самого передвижения это отдых качественный отдых потому что от отдыха зависит того насколько вы будете эффективны на следующий день соответственно вопрос выбора и подготовки скажем так лагеря или там спального места хотя бы он очень важен и тут ключевое слово сухой потому что замерзнуть ночью это хуже не придумаешь поэтому мы выбираем место чтобы оно было сухим чтобы в идеале защищала от ветра то есть вот такого рода рельефы они очень помогают в этом деле то есть например вот здесь вот в этой части этого высохшего русла ручья сухо а вот там скажем где пониже там сыра поэтому там мы не будем делать а здесь мы будем делать прекрасно что здесь у нас есть лежащий мостик из дерева который уже сам по себе может являться нам уже подготовлены практически крышей крышу мы можем сделать как из того тента который мы взяли с собой если идет дождь но в принципе если дождя нету то нет смысла этого делать воздух свежее будет можно сделать крышу какую-то из лапника но собирать лапник это в принципе достаточно трудоемкий процесс и лучше этот лапник когда использовать на под на подкладку спального места если с каждой елки собирать не все ее ветки то по большому счету не так тоже это для них вредно и в принципе не нанесете большого урона то есть и таким образом укладывать лапник там не сосреди чтобы какие-то сучки не торчали его мне упирались в бог когда вы будете спать то спальное место будет очень мягким теплым и ароматным вы получите настоящее удовольствие в своем приключении очень очень запросы накидал сколько-то лег мне еще надо еще накидал ну по большому счету там слоя там в 15 сантиметров вполне достаточно чтобы было тепло понимаю не всегда есть лапник но есть варианты то есть вот можно пользоваться сухой травой таким типа сеном можно найти сухой мох если у нас нет рельефа если у нас нет готового домика из этого бревна в принципе спать под ветвями какой-нибудь раскидистой большой елки тоже вполне хорошая вещь там даже не надо ничего сверху строить даже если будет идти дождь обычно под широкими раскидистыми елки достаточно сухо само по себе если же вообще какая-то пустыня в лесу вам попалась опять же довольно неплохо то есть можно просто что-то на подкладывать себе снизу рюкзачок под голову и завернуться в свой же тент просто завернуться как в кокон уже вполне себе рабочая схема лес это для homo sapiens это готовый дом только мы уже забыли как это делается но действительно с ничего сложного все достаточно интуитивно просто будьте аккуратны будьте аккуратны и внимательны к лесу и у вас все получится в нынешней ситуации наверное многие то ли в шутку а то ли нет рассматривают такую возможность какого-то пешего путешествия куда-либо вот насколько это вообще реалистичная вещь ну то есть понятно что мы сейчас вот делаем такую инструкцию да на всякий случай может кому-нибудь и пригодится да не потеряться там не замерзнуть так далее но насколько это выход не знаю вот по твоему мнению ну в принципе как говорится нет ничего невозможного если есть мотивация и нет серьезного хронического заболевания которое мешает это сделать но если задача стоит именно переместиться я думаю что это можно сделать надо просто быть аккуратным в общем еще раз напоминаю что это очень опасно но нужно взвешивать риски и смотреть что опаснее пеший поход или другие перспективы если вдруг вы в него все-таки отправились и вам показалось что этого всего мало и вы взяли с собой куда как больше не стесняйтесь выкидывать если вам надо идти лучше идти а не нести